Первые пожарные подразделения, прибывшие к месту вызова, в первую очередь стали искать в квартире людей, так как никто из соседей не мог точно сказать, были ли хозяева дома в то время, когда произошло возгорание. Квартира оказалась пустой. Во время пожара никто не пострадал. По мнению местных жителей, последствия возгорания могли быть менее серьёзные, если бы пожарные смогли сразу подъехать к дому. Ну если бы вовремя, минутка, что-то можно было бы спасти, можно было бы что-то спасти. А это же сколько времени прошло. Машину туда-сюда, туда-сюда, кое-как толкали, а потом уже машина заехала. Третий экипаж сказали, даже пожарные сказали, третий ждём, никак не может, машина не может проехать, машина не может проехать. Несмотря на трудности, пожарным удалось достаточно быстро потушить огонь, который вспыхнул в одной из комнат. Заливали пламя сразу с двух сторон. Первая группа спасателей вошла в квартиру, вскрыв входную дверь. Вторая тушила пожар через окно. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Сейчас на месте происшествия работают специалисты пожарно-испытательной лаборатории. От огня пострадала одна квартира. Александр Третьяков, Артём Магалаков, Дмитрий Рыженко, Эфир24.